Здравствуйте! В эфире Хабар-24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шаянусова. Сегодня в выпуске. Лихачили. Полиция Тараусской области озвучила подробности ДТП, в котором погибли 7 человек. Врезался, сбил, скрылся. В Алматы разыскивают водителя, ставшего виновником сразу двух аварий. Товар на 100 миллионов тенге. Крупная партия синтетики не дойдет до потребителей в Кустанайской области. Счет на минуты. Чудом избежать трагедии удалось в Акмолинской области. Полиция Тараусской области озвучила подробности ДТП, в котором погибли 7 человек. Оказалось, что оба водителя, которые тоже стали жертвами аварии, ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости. Трагическое происшествие произошло на 82-м километре трассы Досор-Кульсары-Вейнио. Шевроле Кобальт столкнулся с автомобилем Тойота Ипсум, который двигался в противоположном направлении. В результате удара водитель и 4 пассажира автомобиля Шевроле, а также водитель и 1 пассажир автомобиля Тойота скончались на месте. Двое пострадавших с различными травмами доставлены в больницу. Проводится досудебное расследование по части 4 статья 345 УК РК. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть двух или боли лиц, наказываясь за лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначенные экспертизы. Как избежать лобового столкновения при обгоне на трассе? Если места мало и вы понимаете, что не успеете завершить обгон, начинайте снижать скорость и возвращайтесь на свою полосу. Поморгайте встречному водителю, чтобы он понял, у вас может не получиться обогнать вовремя, тогда он сможет скорректировать свою скорость и траекторию. ПДД запрещают так называемые обгоны паровозами, потому что оценить безопасность обгона может только первый водитель. Если вы пристроились за локомотивом, можете ошибиться и попасть в аварию. В Алматы разыскивают водителя, который стал виновником сразу двух ДТП и оба раза скрылся с места происшествия. Есть вероятность, что мужчина находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Это должна установить экспертиза при его поимке. Кия Соренто сначала на полном ходу протаранила Мазда. Удар был такой силы, что легковушка выбросила с дороги. Водитель Кия развернулся и тут же уехал. Скорую пострадавшему вызывали очевидцы. Вскоре стало известно, что аналогичный автомобиль совершил наезд на велосипедиста недалеко от места первого ДТП. К счастью, тот не сильно пострадал, однако и здесь помощи от виновника не дождался. Тот снова пустился в бега. Крупная партия синтетики не дойдет до потребителей в Костанайской области. В рамках ОПМ «Кара-Сура-2023» в городе Тобыле прошла спецоперация, в ходе которой задержан наркоторговец с товаром на сумму более 100 миллионов тенге. У мужчины при обыске изъято более 3 килограмм синтетических наркотиков. Кроме того, позже у него нашли более 2000 доз расфасованной синтетики, что составляет особо крупный размер. Подозреваемый 31-летний житель области. Чудом избежать трагедии удалось жителям города Коше Акмолинской области. При пожаре в одном из жилых комплексов в огненной ловушке оказались 6 человек. К счастью, на помощь им вовремя подоспели местные стражи порядка. К моменту прибытия полицейских огонь охватил четвертый этаж жилого дома и мог перекинуться на соседние помещения. В горящей квартире оставались люди, трое из которых – дети. У жильцов не было возможности спуститься по лестничному пролету, так как он был полностью охвачен огнем. Правоохранители тут же бросились эвакуировать людей с помощью каната. Все шестеро были спасены. Правила пожарной безопасности в квартире. Запрещается. Оставлять без присмотра включенные приборы. Пользоваться неисправными или сломанными приборами. Перегружать сеть. Пользоваться источниками открытого огня. Хранить в квартирах и жилых домах газовые баллоны, канистры с легко воспламеняющимися жидкостями. Курить в постели. Выбрасывать окурки с балконов и лоджий. Иногда даже минута может стать критически важной. И в такие моменты очень много зависит от умения быстро принимать правильное решение. Хорошо, когда рядом есть те, на кого можно положиться. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова